Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Татьяна Климова, и здесь, только на русском языке, я говорю вам о самых интересных, длинных, оригинальных словах русского языка. Пожалуйста, лайкайте! Я хочу знать, что вам нравится моя работа, нравятся мои видео. Подписывайтесь! А также вступайте в мой клуб «Русская дача» для самых позитивных и мотивированных людей. Это видео и подкасты каждые пять дней. Только на русском, конечно. А сегодня у нас интересный глагол. Он не очень оригинальный, мы его используем часто, особенно в пассивной форме. Это разочароваться. разочароваться. И пассивная форма – это я разочарован, я разочарована. Этимология этого слова, конструкция слова. Чары – это значит магия. Это очень старое слово, мы уже не говорим сегодня. Чары – это магия. И раз, префикс раз, иногда значит «больше не», да, «больше не». Например, люди расстались, они расстались, они были вместе и потом расстались. Значит, они больше не вместе, а люди. И разочарован, значит, я хотела что-то, я ждала что-то, я хотела что-то получить, но не получила. Это не обязательно, это не всегда вещь конкретная, да, это обычно какой-то опыт или ситуация. Например, например, один раз я ездила в Британь, во Франции, в Британь. Когда мы путешествуем, кстати, это интересно, когда мы путешествуем, часто бывают ситуации, что мы можем разочароваться, что мы разочарованы. Какая разница разочароваться и быть разочарованным? Я думаю, я разочарована, это конкретная ситуация, это одна вещь. Я разочаровалась, длинная, я разочаровалась, значит, что-то мне нравилось раньше, и потом это был длинный процесс, и сейчас мне это больше не нравится. Например, если мы говорим о путешествиях, о гостинице, я один раз была в Британии, в Сан-Мало, я очень люблю этот город, Сан-Мало, и там океан, и я зарезервировала номер в гостинице по интернету, букинг, как все. И на фотографии был балкон и вид на океан, на Ла-Манш. В Британии Ла-Манш, да? Да. И... Да, я была уверена, что у меня будет номер с балконом прекрасным. Ну, конечно, как обычно, я не прочитала все маленькие буквы, и там было написано, что этот номер без вида на море... Ничего не было написано, может быть, но не было написано, что там есть вид на море, то есть вы можете видеть море. И когда я приехала, вида на море не было. Я была так разочарована, потому что я так хотела этот конкретный номер с конкретным балконом. Вот, это хороший пример. И я поговорила на ресепшене, я сказала, я так разочарована, на фотографии у вас вид с балконом, где мой балкон? И она сказала, да, к сожалению, это правда, на фотографии балкон, но не все наши номера имеют балкон. Сегодня, к сожалению, вы не можете иметь номер с балконом, но завтра я вам дам другой номер. Вот, то есть такой компромисс. Что еще? Очень много, можно, примеров разочарована. Осторожно, потому что в английском языке, во французском языке часто мы используем, например, «А, je suis dessus» или «I'm disappointed», когда это просто негативные эмоции. Но в русском «разочарован» это всегда «вы ждали что-то», «вы ждали что-то», «вы хотели что-то получить». Или, например, часто, мне кажется, это нехорошо, часто родители говорят, например, ребенок получил плохую оценку в школе, и родители говорят, «А, я разочарована, я думала, что ты лучше знаешь историю России». И мне кажется, это очень плохо, потому что уже очень много стресса у ребенка, и еще получать такие комментарии это не очень эффективно. Вот, я разочарована. Обычно, когда мы что-то ждали и не получили. «И я разочаровалась», когда мы используем не пассивную форму, а «си», обычно это долгий процесс. «Я разочаровалась», значит, мне долго что-то нравилось, и теперь не нравится. Например, например, мои примеры из моей жизни... Например, я... Сначала я учила японский язык в языковой школе, и мне сначала нравилось, но потом я разочаровалась, потому что у нас просто был учебник. Кстати, у меня есть этот учебник. Вот, у меня такой учебник японский, это мой первый учебник. И там упражнения. Упражнения, упражнения, упражнения. И на уроке мы просто делали упражнения, и все. А я хотела говорить, я хотела учить полезные слова, как в этом видео, например. «И я разочаровалась», то есть мне два года нравилось, и потом мне больше не нравится. Но это не маленькая ситуация, это большой процесс. Я разочаровалась. Или мы можем сказать... А, мне нравился раньше этот город, мне нравилось жить в этом городе, но я разочаровалась. Например, у меня был такой период недавно, потому что я живу в Париже, и здесь были проблемы с транспортом, с забастовки. И я не могла пойти, я не могла встретиться с друзьями, я не могла поехать в город. Было очень трудно. И я могу сказать, что, а, я немного разочаровалась в Париже. Хотя, конечно, сейчас все хорошо, и транспорт – это важно, но все равно Париж – прекрасный город. Я разочаровалась. Вот. Такое интересное слово, дорогие друзья. Пишите пример. Пишите, например, «Я был разочарован, потому что ля-ля-ля». Или «Мне дали маленький номер в гостинице, я разочарован». Кстати, у меня есть рецепт, как не быть разочарованным. Просто не нужно ждать слишком много, не нужно ничего ждать. Для меня это было как такое открытие философское почти, что если вы не ждете слишком много от ситуации, то вы не будете разочарованы. Например, теперь, когда я еду в путешествие, в моей голове я думаю, что проблемы будут, и это абсолютно нормально. Обязательно будут проблемы, и я готова. Я не жду много. Конечно, если вы заплатили очень много за гостиницу, у вас есть стандарты, да? Но надо знать, что проблемы будут, и вы должны быть готовы. Если не было никаких проблем, я думаю, «Боже мой, как хорошо!» Не может быть! И для меня это как вау, это как плюс, бонус. Но обычно я жду, что будут проблемы, я готова, и сейчас очень редко я разочарована. И тоже нужно думать о том, что у вас есть. Например, «Да, у меня нет вида на море, я не вижу моря, но я в Сан-Мало, я могу выйти из гостиницы, и там море, океан». Поэтому это небольшая проблема. Вот, дорогие друзья, я надеюсь, что вы не были разочарованы этим видео. Подписывайтесь, покупайте мои книги, упражнения на перевод, очень полезные, транскрипции. И, конечно, «Клуб Русская Дача» для самых мотивированных и позитивных. Пока-пока! Смотрите продолжение в следующем выпуске. Продолжение следует...